Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня у нас снова поэли, как вы уже поняли из названия, уже третья на канале. Да, мы с Володей вам уже показывали две. Одна была с морепродуктами, вторая с курицей и свиными ребрышками. Сегодня будет опять мясная, но не такая, как предыдущая. Для тех, кто пропустил, я ссылки на первые две в конце этого ролика повешу. Но в наших краях из чего ее только не готовят? А что вы хотите? Валенсия, родина поэли. Я для этого дела специально даже горелку газовую купил и сковородку. Сегодняшний набор продуктов доступен, ну, с небольшими вариациями, где угодно. В меню нашей ароссерии, это ресторан специальный, где кормят блюдами на базе риса. Так вот, в меню нашей ароссерии паэлья де альбондигас. С фрикадельками, значит. Кон панцетта, пимента, бер де мари и рохо и теоретически алькачофос. Алькачофос по-русски значит артишок. Штука в паэлье приятная, но совершенно необязательная. Тем более, что алькачофосы неожиданно закончились у меня. Так что у меня син алькачофос. Ну, в смысле, без артишоков. Ну, еще, как водится, понадобится лук-чеснок, оливковое масло и паприка. Лучше всего подкопченное. Здесь ее называют ньюросс, ну, вы знаете. Но не переживайте, не будет у вас ньюроссов, берите обычную сладкую паприку. Будет, конечно, не совсем то, но тоже очень даже вкусно. А ночное, слепкий фрикаделик. Это у меня фарш из говядины, свинины и свиного сала. Идите отсюда. Зашел вчера в магазин. Вот ненавижу на улице снимать. Ветер, шумы такие, с которыми потом не справишься на постпродакшене. Машины катаются, безобразие. Понимаешь, что картинка лучше и вам интереснее смотреть. Но обстановка крайне нервозная. Так вот, зашел вчера в магазин. Смотрю, наконец-то говядина по нормальной цене появилась. По 9 евро. А то все лето дешевле 13 не было. Ну, со свининой-то в нашем ловазе никогда проблем нет. И взял я мясца. Тут же в местном отделе попросил сеньору прокрутить мясо на фарш. Вместе с салом свиным. С тасиной до иберика. Тасина до иберика – это сало иберийской свиньи. Оно толстое, сантиметров 6-7. Белоснежное вообще. Просто сверкает супер. Есть сало обычных свиней здесь в продаже. Ну, они такие спортивные, видимо. Очень подтянутые. Там слой сала, ну, от силы сантиметра 3, наверное, не больше. Так вот, и попросил фарш приготовить в магазине. Фишка в том, что если в мясном отделе на прилавке лежит только что приготовленный фарш, то совершенно однозначно в него добавили соевого белка, консервантов. И по-честному тут же написали на ценнике весь набор. А нафига мне сои в фрикадельках? Поэтому я готовый фарш, не покупаю. Выбираю мясо и прошу прокрутить. Из того, что мне понравилось. Теперь присыпаю их мукой. Это позволит быстрее образоваться в поджаристой корочке. Реакция Майяра при обжарке быстрее пойдет. И нарезаю бекон вареный-копченый. Как его готовить уже показывал. И если не забуду, то в конце ролика для любопытных ссылочку повешу. Да, я не сказал. Фарш уже дома. Я добавил соль, перец, чеснок, воду из расчета 10% от веса фарша. И вымешал сюда липкости. Так, можем приступать. Паэлья мясная, а мясо готовится дольше всего. Поэтому сначала нужно заботиться обжаркой фрикаделек. Но фрикаделек-то я собираюсь жарить на беконе. Поэтому надо сначала растопить бекон. Вот на этой горелочке. Паэльеры, ну, сковороды для паэля, делаются из тонкого металла. Поэтому разогреваются они мгновенно, практически как вок. Так, пошел бекончик. И, конечно, надо помешивать. Иначе на такой сковородке мгновенно просто сгорит все. Обратили внимание на мою конструкцию? Это чтобы горелку ветром не задувало. У нас на горе всегда ветра. Запах идет совершенно фантастический. Даже ветер его сдуть не может. И чеснока прямо в шкурки добавлю, раздавленного. Пусть жиром армонтизирует. Потом, конечно, сковородки выкину. Пора, пожалуй, добавлять фрикадельки. Их сейчас не надо до готовности обжаривать. Пока нам важно только получить поджаристую корочку. Которая затем отдаст все свои ароматы всей паэльи. И помешиваю, помешиваю, помешиваю. Как любит повторять Дженаро Кантальдо. Look at this! Убавлю чутка огонь. А сам быстро настрогаю перца. Довольно крупными кусками, чтобы в паэльи хорошо заметен был. Так сказать, чтобы глаза сразу бросался. Так, чтобы квадратики получились размером, ну, с фрикадельку, наверное. Так, что там с ними, кстати? Отлично, по-моему. А вы как считаете? Можно уже, наверное, и перец выложить. Сразу же разравниваю. Вот так. Пусть слегка обжарится. У меня есть время подготовить лук и чеснок. Нарежу кубиками. Это все для основной заправки. И лук и чеснок надо будет обжарить. Лук режу кубиками со стороной миллиметров пять, наверное. Вот так нормально. Чеснок помельче. В нем сока в разы меньше, чем в луке. И если лук при обжарке становится мягким и практически растворяется, то вот чеснок остается плотным. Поэтому его сильнее измельчаю. Проверим, что там с перцем. Так, отлично все. И опять помешаю. И подготовлю нерос. Стандартно-то, в общем, разрежу на несколько кусочков и удалю семена. Вы видели в предыдущих роликах с паэльей. Только я сразу сейчас помельче порублю. И не буду потом тягать его туда-сюда. Можно было бы, конечно, и в лендере все в пыль разбить. Но, честно говоря, некогда туда-сюда бегать. Так что я уж лучше ножом. Ну, хватит, пожалуй. Пахнет восхитительно. Ладно, двинули паэльей. Надо со сковоры все в чашку снять. Можно было бы, конечно, не выкладывать. Я бы так и сделал, если бы не съемка. Но тут пока 10 раз камеры переставишь. Пока их настроишь, сгорит все к черту. Поэтому я лучше выложу. Целее все будет. А сюда добавляю немного оливкового масла. Extra Virgin. Берите самое вкусное, какое только найдете. И сразу же сюда лук. Сейчас из него сок лишне выпарится. И можно будет... Да, да уже можно. Уже можно добавлять ньюрус и паприку. Супер. Масло все пропитается этими восхитительными ароматами. Буквально полминуты и можно добавлять чеснок. Пора, пожалуй. И сразу перемешать. Чесноку тоже немного надо. Сковородка тонко, греется быстро. Так что, думаю, минуты хватит. Чуть задержался и сгорит все к черту. Меня регулярно спрашивают. Слушай, чего это шафран никогда в паэлью не кладешь? Послушайте. Шафран в паэлью ничего, кроме цвета, не дает. Никаких таких восхитительных ароматов вы от него не почувствуете. А стоит он реально дорого. Поэтому обойди ты здесь на Кастабланке сотню ресторанов и увидишь, что вместо шафрана в паэлью кладут колорант. Краситель. Ну, есть у меня шафран. Давайте добавим. Его надо растереть в ладонях помельче. Вот так вот. И высыпать в горячее масло. Он моментально его окрашивает. Давайте сразу же и томаты добавлять. Если вы в паэлью используете ньорос, если вы используете сладкую паприку, и без шафрана, а тем более без колорантов, она будет иметь восхитительный цвет. Помешивать не забывайте. Надо, чтобы помидоры не просто закипели, а слегка поджарились. Чтобы вкус сырых ушел. Красота. И пора, пожалуй, добавлять рис. Вам кто-нибудь будет рассказывать, что в паэлье обязательно должен быть сорт бомба. Не верьте. Фигня это все. Главное, берите хороший, чистый, круглозерный рис. Заранее определите, сколько воды он может поглотить. И используйте. Вот это вот сорт бомба. Бомба из Алисийского региона. 100 граммов такого риса может поглотить 400 граммов воды. А Краснодарский, например, ну, насколько я помню, по-моему, один стакан, два стакана или два с половиной стакана воды может поглотить. Ну вот, смотрите. Он уже впитал в себя все ароматизированное масло. Можно добавлять бульон. Вот так. И разравниваю его по всей площади сковороды. Ковороды. Не пренебрегайте приготовлением вкусного, насыщенного мясного бульона для паэльи. Используйте корней всяких побольше. Не забудьте букет гарни в него положить. Вы думаете, для чего такие огромные сковороды используют? Да потому что слой риса в них не больше сантиметра. А площадь огромная. А значит, влага испаряется очень сильно. И в готовой паэльи рис пропитан, по сути, концентратом этого бульона. Попробуйте приготовить то же самое количество риса, овощей, мяса в кастрюле. И вода не успеет выкипеть. Рис, по сути, превратится в размазню. Смотрите, закипело. Все, можно выложить в кадельки. А в паэльи рис должен быть аль денте. То есть, бархатистая, шелковистая поверхность, пропитанная всеми ароматами и вкусами. И плотная такая сердцевина каждой рисинки. Учитывайте это при выборе посуды для паэльи. Берите самую большую сковородку, из тех, которые у вас имеются, и не кладите в нее много риса. Все, надо на среднем огне дождаться выкипания бульона с поверхности. А затем убавить огонь доставого и дождаться, когда он выкипит окончательно. И всего на это уйдет минут 20. Ждем. Так, я саму паэлью не солил, потому что бульон у меня уже соленый. Дайте-ка я попробую. Да, не надо ничего мне солить. У меня все отлично. Подзадолбался уже снимать без оператора. А что делать? Оператор-то мой в школе. Так, все выкипело. Паэлью почти готово. Сейчас надо накрыть ее фольгой и оставить минут на 10-20. Как раз все камеры переставлю для съемки пробы. Наконец-то! Давайте пробовать, что тут у меня сегодня получилось. Не забывайте, готовую паэлью надо обязательно поливать самым вкусным, самым пахучим оливковым маслом Extra Virgin, какой у вас только есть. Поехали! Рис буквально пропитан всеми этими ароматами. Вы знаете, если вы освоите основные техники, основные принципы приготовления паэльи, то вас ждет просто непаханное поле для импровизаций. Так что осваивайте. Ну, а я обещаю, что буду заходить в окрестные Ароссерии, высматривать там самые интересные сочетания и показывать вам, ну, для того, чтобы подстегнуть вам фантазию. Спасибо за компанию! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok